Доброго времени суток, дамы и господа, и мы продолжаем колонизацию неизвестной планеты в прохождении инфра-спейс. Итак, мы с вами уже разобрались с тем, что нам нужны постоянно жители, нам нужны новые технологии, но пока что нам еще не хватает немного производства для того, чтобы эти новые технологии задействовать. Нам нужны новые исследовательские пакеты, и я думаю, что это сегодня будет задача номер один для нас, потому что технологии нам дадут возможность дальше развиваться. Погнали! Я наблюдаю какие-то сложности с песком, давайте сразу на это посмотрим. Да, песка действительно не хватает, и это не очень хорошо. Можно мне, пожалуйста, попасть вот сюда, если вы не против. Спасибо большое! Да, песочка надо немножко добавлять. Я думаю, что мы добавим тогда его прямо здесь, если что, в дальнейшем мы добавим еще где-нибудь. Но пока что я буду ставить именно сюда, по той причине, что мы помним, что это даст нам определенный буст. Видите, теперь здесь производительность будет лучше, но пока что она не будет лучше, потому что песка не хватает. В дальнейшем, конечно же, мы будем делать с этим что-то еще. Давайте посмотрим на электричество. 57 из 60, это не очень хорошо. Так как мы сейчас будем строить с вами новые производства, нам все-таки с электричеством нужно немножечко побаловаться. В целом, хорошо бы получить солнечные панели, потому что, как вы понимаете, солнце здесь светит постоянно, по крайней мере, пока что. Я видел, что в карте по обновлениям добавлена смена дня и ночи, и, возможно, в дальнейшем все-таки эта механика будет немножечко по-другому работать. Но, раз она работает сейчас так, значит, этим надо будет, конечно же, пользоваться. Давайте проверим, что здесь все заработало. Ну, я вижу, что периодически появляется, да, песок, не в нужном, конечно, количестве. 140 производительности, это неплохо. Наверное, все-таки нам еще один бы песчаный карьер добавить. Что у нас по людям? 109 рабочих мест, 194 человека. Ну, мы в этом плане с вами немножко преуспели, и можно пока в ближайшее время вообще не париться. Давайте проверим, что эти все здания дотягиваются. Да, действительно, это так. Производительность почти 150%, и это замечательно. Погнали, сразу разберемся с электричеством. Я добавлю сейчас еще ветряк. Наверное, я буду добавлять его вот здесь. У меня будет такая возможность. Блин, здесь мешает вот эта вот хрень, конечно, если так-то. По-хорошему не очень приятно, но в целом пережить это как-то можно. Я даже не знаю, куда лучше поставить. Сюда или с той стороны. Блин, да, обидно. Но давайте поставим здесь, ничего страшного. В дальнейшем сможем подвинуть, потому что у нас будет возможность уменьшить радиус действия этих ветряков, и все будет хорошо. Вот здесь по классике ставим столб, и того имеем 80. Но я думаю, что, наверное, мы с вами не будем стесняться, и так как у нас достаточно бетона, позволим себе еще один ветряк. Давайте мы также его подключим по классической схеме. Все, энергии у нас теперь 100. Этого будет предостаточно на ближайшее время. Сейчас мы будем думать дальше. У нас уже, как вы помните, началось производство медной руды. Она здесь пока что скопилась и больше не производится. Я думаю, что заранее также можем себе позволить бахнуть еще одну шахту, потому что медь нам точно пригодится. Здесь хотя бы соточка скопится, и это уже будет замечательно. Мы с вами открыли в технологиях следующие штуки. Это завод зеленых научных пакетов. Это завод электроники, медная шахта, которого мы уже построили. И еще стальная мельница. Мельница тоже необходима. Она будет производить нам сталь, которая будет нужна для того, чтобы строить более серьезные здания. И, наверное, с мельницы я бы начал. Значит, мы прекрасно понимаем, что сталь у нас делается вот здесь, а игра нам говорит, что еще потребуется углекислый газ. И, соответственно, в любом случае машинки здесь поедут. Поэтому давайте, наверное, мы разместим этот заводец где-нибудь вот здесь. Почему бы нет? Я не думаю, что это будет какой-то проблемой. Возможно, в дальнейшем я это дело перенесу. Пока что я не вижу в этом смысла. Ну и, соответственно, например, еще один вот сюда построим. Потихонечку будем копить с вами сталь, чтобы у нас не было с ней проблем. И мы могли таким образом постоянно поддерживать нужное количество ресурсов на складах. Огромное количество машин уже двинулось. И здесь замечательные новости. Они поехали именно вот так. Я могу, конечно, сделать с помощью каких-то высоких дорог им проезд напрямую, как вы понимаете. Но пока я этим заниматься не хочу. Это просто не имеет никакого смысла. Блин, не все поехали, кстати. Кто-то поехал здесь. Видите, это не очень хорошо в этом плане. Но мы помним, что это работает единоразово. То есть сейчас вот какое-то большое количество ресурсов будет завезено. И, соответственно, в дальнейшем они будут пореже ездить. Ну, намного реже. И таким образом мы сможем все-таки избежать вот этих пробок. И все у нас здесь будет нормально. Ну, посмотрим, как это все будет работать. Может быть, я к тому времени уже открою именно производство углекислого газа. Построю это где-то рядом. И там сделаю вместо вот этих зданий только производство кислорода для жителей, чтобы машины туда-сюда не катались. Кстати, я забыл рассказать об одной интересной особенности. Здесь у нас вообще каким-то образом замечательным. Я точно это видел. Есть возможность вырубать на перекрестках поворот в одну либо в другую сторону. Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Вот здесь это можно увидеть. То есть здесь, по примеру City Skylines, мы можем с вами настроить, куда машины могут поворачивать, куда не могут, в общем. И таким образом избавиться от пробок, если у нас возникнет какая-то критическая ситуация. В идеале, конечно, я не хочу допустить никаких критических ситуаций, потому что с этим придется позаморачиваться, придется подумать. А как вы помните, я это не очень люблю. Давайте пока что посмотрим, из чего состоит производство зеленых научных пакетов. Ну, а оно состоит у нас из микросхем зеленого цвета. Опять же, это отсылочка к Факторио. Из четырех единиц серы и из трех единиц синих научных пакетов. Вот такая вот история. Как вы понимаете, есть еще два варианта. В дальнейшем они появятся. Но пока что об этом говорить очень рано. И я даже думаю сейчас об этом, если честно, боюсь, каким образом это все проворачивать. Но мы точно знаем, что каждому последующему научному пакету нужен предыдущий. Да, то есть вот здесь нужен желтый, вот здесь нужен, соответственно, зеленый. Мы понимаем, что нам для начала нужно организовать производство микросхем. Но и мы также понимаем, что нам для того, чтобы получить новые технологии, нужно 300 жителей третьего уровня. Только тогда мы сможем с вами уже перейти вот сюда на маленький город. Понятно, что опять же, наверное, немножко рановато об этом говорим. Но мы сюда попасть обязательно хотим. Поэтому мы будем к этому двигаться. Давайте пока что включим изучение бытовой техники. Она делается только за синие научные пакеты. Поэтому мы себе позволить можем. И посмотрим на производство тогда тех самых микросхем, которые нам везде нужны. Значит, здесь у нас идет медь и идет железо. Железо, как вы помните, мы добываем вон там. Медь мы, как вы помните, добываем вот здесь. Опять же, если я буду строить эти здания вот здесь, они будут получать буст. Но строить как бы вот эти заводы вот тут, я, наверное, все-таки смысла, если честно, не вижу. Хотя можно было бы попробовать. Как минимум, я могу построить заводы здесь, как вы понимаете. Но об этом давайте, наверное, подумаем чуть позже. Я сейчас буду строить так, чтобы это работало. Не буду добиваться какого-то огромного буста. Все-таки хочу именно производительности добиться с помощью, наверное, чуть большего количества самих зданий. У нас изучился завод бытовой техники. Он нам обязательно пригодится. Но только чуть попозже. Сейчас я добавлю, наверное, еще одну железную шахту. Потому что железа надо теперь много. Да давайте даже две. Людей нам пока что хватает. И мы можем на эту тему не переживать. Как я думаю поступить вот здесь? Мне кажется, что я бы не хотел бы ставить здание вот сюда. Потому что таким образом мы будем все машины пропускать через одну дорогу. Я думаю, что мы сделаем дополнительную дорогу вот здесь. Да, может быть, как-то вот так, например. Почему бы и нет? Чуть-чуть добавим с вами каких-то углов. И видите, здесь есть такой косяк в этой игре. Я не знаю, почему это так происходит. Но почему-то она периодически очень плохо взаимодействует с дорогами. И говорит мне, что одна дорога мешает другой. Возможно, это только потому, что обязательно надо попадать вот в эти вот кружочки. Места стыков, так скажем. И тогда все будет нормально. Ну, а возможно, есть еще какой-то косяк, о котором мы просто не знаем. Ну, да ладно, вроде с этим-то разобрались. Здесь давайте что-нибудь округлим. Здесь давайте тоже что-нибудь округлим для красоты. Ну, и попробуем каких-то заводов приделать. В принципе, тут совершенно без разницы, кто откуда будет ехать. И, наверное... Хотя, подождите, давайте-ка здесь еще вот о чем подумаем. По-моему, вот этот вот завод, он себя отлично чувствует рядом с заводом электроники. То есть нам бы желательно сделать так, чтобы они находились как-то рядом. Окей, я вас услышал. Давайте дорогу проводить вот здесь, например. Угол возьмем 90 градусов. Наверное, дальше пока не поведу. Остановлюсь где-то вот тут. Здесь также соединюсь, если у меня получится. Да, вроде у меня получается. Ну, и будем, наверное, вот это вот производство где-то здесь организовывать. Чтобы эти ехали сюда, вот отсюда, из железных шахт. Медь, соответственно, доставлялась также сюда. И здесь нам никто друг другу не мешал. Поехали, попробуем. Итак, нам нужен завод. Электричество, понятное дело, тоже организуем. Я буду делать заводы, наверное... Блин, а я не знаю, как я буду делать. Давайте пока что попробуем сделать вот так. Ну, почти идеально. Почти идеально по размеру, я имею в виду. Электричество здесь есть. Сейчас машинки стартанут, я так понимаю. Да, они уже поехали. Начнем производить первые микросхемы. Я, наверное, немножко пока побалуюсь, пока машины едут с городом. Потому что расширять его нам придется так или иначе. Я не вижу смысла тянуть. Можно, пожалуйста, нам здесь дорогу? Спасибо. И мы добавим тогда какое-то количество домиков. Вы помните, я тут говорил, что хочу немножко побаловаться с вот этими штуками. Сейчас мы сделаем вот так. Так, здесь мы сделаем временно вот так. Да, потратим чуть-чуть бетона, но его в целом достаточно и можно не переживать. И я хотел бы сделать здесь второй ряд. Мне единственное, что хочется, чтобы нам... У нас получилось как вот здесь. Вы понимаете, о чем я, да? Наверное. И я надеюсь, что это получится. Действительно, сейчас будем проверять. Я не буду сразу делать полностью дорогу. Потому что смысла нет. Мало ли, что-то опять не поместится. Но вроде все помещается. Это просто удивительно. Я супер просто счастлив этому событию. И давайте тогда добивать уже эту историю. Здесь делаем так. И здесь не надо прикрепляться. Здесь надо сделать... Ну, пожалуйста. Здесь нужно сделать вот таким вот образом. Отлично. Я так понимаю, что электричество здесь не отключилось по какой-то причине. А, ну потому что достаточно этого расстояния, в принципе. Ну, я надеюсь, что мы скоро уже получим с вами какие-то подстанции. И все у нас будет хорошо в этом плане. Поэтому пока что можно еще пользоваться столбами. Дальше уже будем что-то придумывать. Мне бы, в принципе, хотелось бы вот эту штучку чуть-чуть прямо вот сюда. Чтобы вот здесь захватывать. Так же, как и вот эту штучку. Но здесь так, я боюсь, не получится. Поэтому придется подключиться и вот сюда вывести. То есть какое-то количество зданий, жилых, я еще смогу здесь разместить. Давайте сделаем раз. Давайте сделаем два. И давайте сделаем, например, три и четыре пока что для начала. Да можно и вот сюда, наверное, приделать. Дотягиваемся мы здесь по электричеству. Давайте посмотрим. Ну, вроде дотягиваемся. Все подсвечивается желтым. Я уверен, что сейчас вот эти домики очень быстро вырастут. Потому что у нас какие-то запасы скопились. Вот мы сейчас их как раз потратим. И плюс еще жильцы новые появятся. У нас вот сейчас с вами жилье на 300 человек. То есть, в принципе, в принципе, нам уже этого хватает для того, чтобы перейти на следующий уровень. Но за одним исключением, что нам нужно с вами, соответственно, сделать так, чтобы они стали все третьего уровня. То есть нам понадобится еще много бытовой техники. Как вы помните, именно она нужна для перехода уже вот с достойной среды обитания на какую-то там еще. Но надо также следить, чтобы у нас вот здесь всего хватало. Потому что, возможно, количество ферм нужно будет увеличивать. Возможно, генераторы кислорода, вот эти атмосферные процессоры, тоже нужно будет строить дополнительные. Мы, конечно же, будем это делать. И сделаем это только чуть попозже. Вот почему получается вот так? Я не могу понять вообще никаким образом. Ну-ка, давай-ка повернись. Я тебя сначала поставлю. Нет, давай мы тебя развернем, например, вот так вот. И мы теперь тебе подведем дорогу. Я не очень понимаю, почему это так происходит. Вот, теперь это заработало. Странно, вроде я особо ничего такого не сделал. Но, тем не менее, это именно так работает. Хорошо, что касается электроники. На самом деле, я до сих пор не понял, где ресурсы смотреть. Городская статистика, это все замечательно. Обзоры, визуализация чего-то там непонятного. Но я не могу здесь, черт возьми, посмотреть никак ресурсы. Сколько у меня сейчас есть этих гребаных микросхем. В общем и целом. Но, ладно, придется вот методом таким смотреть это все. И понимать, что микросхем-то, в принципе, не очень много. Наверное, производство бытовой техники это классно. Но, все-таки, в первую очередь, нам бы с вами произвести вот эти замечательные пакеты. Поэтому, давайте приступим. Здесь буст эти здания получают друг от друга. То есть, есть смысл также их строить рядом. И хотелось бы построить, конечно, их таким образом, чтобы мы получили максимальный с этого прирост. Ну, я думаю, так или иначе, мы будем с вами добавлять количество вот этих вот зданий. Поэтому я сразу же его покручу, поверчу. Поставлю вот так. Здесь я хочу поставить, соответственно, ну, например, вот так. Почему бы нет? Да, давайте попробуем, чтобы оно поместилось. Оно помещается. Максимально прижмем его. И здесь поставим еще одну лабораторию. Потому что нам для исследования понадобятся как синие, так и зеленые. И здесь надо не промазать. Я хрен знает, где у нее выход. Я надеюсь, что где-то вот здесь. И пока что двух, я также, надеюсь, нам будет достаточно. Посмотрите, что происходит. У нас просто скопилось огромное количество машин. Но здесь по классике история такова, что скоро все-таки это немножко рассосется. Видите, здесь рассосалось, здесь все более-менее нормально. Сейчас и здесь то же самое произойдет. Самое главное в этой ситуации, что эти машины обратно потом не уезжают, что они здесь в здании остаются. И это в целом очень хорошо. Иначе я вообще не представляю, что бы здесь случилось. Посмотрите, какая вереница. Говорят, железа не хватает, но они обманывают. На самом деле, железа у нас предостаточно. А он балок уже сколько, бетона так вообще завались. Я вот думаю, а серый-то нам хватает. Может быть, мне надо что-то серое сделать. Давайте посмотрим, здесь на хранении полное, здесь полное, здесь как бы тоже есть. Но давайте я одну добавлю на всякий случай, чтобы потом в какой-то момент не остаться без серы. Блин, очень жаль, что когда я выбираю здание, мне не дает игра крутить карту точно так же, как и без выбора этого здания. Ну да ладно, вроде здесь разобрались. Еще одна появилась, какое-то количество зеленых колбочек у нас произведется обязательно. Здесь уже загрузили микросхемы, но я уверен в том, что этого количества микросхем хватать нам не будет. Давайте посмотрим на завод бытовой техники. Он действительно получает буст именно от вот этих вот домиков. Соответственно, здесь вопрос, каким образом лучше это разместить. У меня, если честно, есть подозрение, что, наверное, я бы вот эту дорогу бы убрал, потому что мне она здесь сейчас не нужна, и сделал бы так, чтобы здесь помещалось у меня ровное количество вот этих вот домиков. Ну, например, я сделаю вот так, как вариант. И мы попробуем с вами тогда поставить еще заводец. Я думаю, не один, потому что электроники нам понадобится, уж поверьте мне, много. И я думаю, что мы сразу этим делом озаботимся и подготовим. Вот зачем она сейчас повернула мне здание, если я сказал, что я хочу строить вот так? Я не очень понимаю. Я не очень понимаю это, поэтому давайте бахнем еще одно, наверное. И желательно не одну, а вот сейчас не повернула. В общем, в этом плане игра, конечно, живет своей жизнью, я понимаю, все, бывает разное, ранний доступ и так далее. Надеюсь, что все эти штуки поправят. Если честно, каких-то критических багов я не встречал, по крайней мере, пока что. Надеюсь, что я не встречу. Я бы хотел вот это чуть-чуть подвинуть. Есть такая возможность. Здесь чуть-чуть не двигается, сволочь такая. Ну да ладно, ничего страшного. Значит, здесь будет дорога у нас вот с этого места стартовать. Я сказал, вот с этого. И она пойдет, например, ну как-то вот так, да? Здесь мы ее попробуем соединить. У нас это, в принципе, получается. Здесь мы тоже могли бы что-то соединить. Я не знаю, делать ли здесь что-то округлое, вот такое. Ну давайте сделаем вот так. Попробуем вот это сделать, например, вот так. Вроде выглядит неплохо. Могу ли я сейчас вот этот хвост убрать? Да, я могу его убрать. Все. Вроде в этом мы в вопросе разобрались. Единственное, что осталось, это немножечко запитать электричеством. Уверен, что вот этого будет достаточно. А дороги кто делать будет? Наверное, я все-таки, да? Давайте сделаем дороги. Дороги нам нужны. Понятно, что в какой-то момент остановится производство и трата схем, потому что здесь будет уже их максимум. Я предлагаю что-нибудь изучить. Зачем нам стесняться? Например, солнечные панели выглядят неплохо. Мне не совсем понятно, что такое 0 из 25. То есть по 25 каждых или все-таки это пополам делится, да? То есть, ну вы поняли, о чем я говорю, мою мысль. То есть, наверное, все-таки каждых, скорее всего. Я хрен его знает. Никаким образом ты это не отследишь. Но, тем не менее, машинки разных цветов поехали отвозить научные пакеты. И значит, что технологию мы достаточно скоро построим. Я так понимаю, что в целом нам нет необходимости делать большое количество именно исследовательских лабораторий. Потому что, ну, это просто-напросто ни к чему. И хватает того, что есть. Мы вот сейчас освободили производство пакетов. Наверное, надо будет еще добавлять. Я даже не знаю, какие лучше добавить. Зеленые или синие. Тут надо подумать. Может быть и те, и те. Давайте, может быть, подумаем над этим прямо сейчас. Что нам стесняться? У нас людей предостаточно. Возможность такая имеется. Я поставлю раз, два. Я поставлю, например, три. Она получает буст от всех вот этих зданий. Я думаю, что правильное решение. Да, здесь немножечко с дорогами кривовато получилось. Но это не проблема. Наверное, вы уже заметили, что я не раз кликал вот сюда. А здесь как бы тоже вроде то же самое. Но при этом немножечко другое. Здесь большие железные шахты и так далее. В общем, они, я так понимаю, более производительные. И, конечно, хотелось бы к ним прийти. Я не знаю, где они там находятся. Какие-то углеродные нанотрубки, удобрения. Короче, куча всего. И здесь еще ехать и ехать. Ну, относительно много, да. Но относительно и нет, казалось бы. Но при этом, чтобы дойти до технологий, нужно еще и город сделать определенного размера. Поэтому в этом основная сложность. Думаю, что в любом случае разработчики что-то там добавят в дальнейшем. И мы увидим новый контент. Я с удовольствием к нему вернулся. Потому что здесь как бы нет такого момента, что тебе нужно куда-то торопиться. И ты можешь не выжить. Да, понятно, людей станет меньше. Потом фермы заработают лучше, исходя из этого. Потому что людей меньше и меньше еды надо. Ну, и вы поняли, в общем, логику. В целом, проиграть здесь почти невозможно. Но настроить все таким образом, чтобы все работало эффективно, это действительно сложно. Исследование завершено. Солнечная электростанция. Это на самом деле то, что нам надо. Потому что 106 из 100 уже расходуется. И у нас есть небольшая нехватка все-таки энергии. Надо сейчас этот вопрос решить. Давайте попробуем это сделать. Солнечная электростанция. Она у нас появится, ну, к примеру, прям посередине. Причем можно делать вот так. И между ними, да, ставить еще как минимум раз, два, три, четыре. Ну, в общем, тут сами считайте. Дохренище можно ставить. И я, пожалуй, начну. Давайте поставим одну вот сюда. Сколько она дает? Она дает 50 мегаватт. А эта дает 20 мегаватт. Ну, то есть, штука в целом хорошая. Можно потратить, конечно, еще немножко ресурсов на это дело. И как бы забыть на ближайшее будущее про то, что нам нужна энергия. Я вот так разверну. Потому что иначе провода как-то по-ублюдски подключаются. Да, конечно, мы потратили очень много стали. И, наверное, производство стали тоже нужно будет увеличить. Но мы сейчас посмотрим на то, как все у нас будет происходить. Мне кажется, в большей степени я бы хотел, наверное, железо добавить. Потому что расход сейчас идет дикий. Видите, шахты почти пустые. Здесь, в принципе, всего достаточно. Но давайте сделаем как. Я сделаю тогда еще одну железную шахту. И я сделаю еще один завод по производству стали. Вот будет он у нас вот здесь, например, находиться. Да, почему бы и нет. Кстати, вот этой дорогой не очень-то, ребята, и пользуются. Может быть, здесь как-то надо настроить мне одностороннее движение, чтобы было лучше. Но я пока этим заморачиваться не хочу. Зато вижу, что здесь не хватает энергии. Давайте мы вас запитаем. Можем вот отсюда, в принципе, взять. И, наверное, вот так вот бахнуть. Все, все заработало. Сейчас сюда машины подвезут углекислый газ. Сейчас сюда подвезут железо, которое уже повезли. И я надумаю, что мы должны кликнуть с вами на какую-нибудь еще технологию. Ну вот, например, те самые лопасти для ветряных турбин, которые позволяют нам эти ветряки ставить намного ближе, экономя таким образом место. Но я думаю, что это в целом так себе технология, потому что в скором времени мы вообще можем отказаться от этих лопастей и перейти тупо либо на солнечную энергию, либо на атомную, которая когда-то там, конечно же, будет. Дороги с односторонним движением. Бетонные дороги. Мне кажется, что сейчас имеет смысл изучить бетонные дороги. Зачем это нужно? Мы будем с вами улучшать дороги. Давайте я вам сейчас покажу. И таким образом увеличивать скорость машинок, которые по ним передвигаются. Я думаю, что логика вам ясна. И, соответственно, увеличивая скорость, мы будем увеличивать скорость довоза ресурсов, ну и их, соответственно, производства. Мне тут такая идея в голову пришла. Если я тебя пока подвину вот сюда, тебя засуну вот сюда, тебя поставлю вот сюда, то это же будет эффективнее, правильно? Ну-ка, давай посмотрим. 148. 140 стало. Здесь 132. Ну, то есть здесь также осталось, а вот здесь стало побольше. И это замечательно. Бетонные дороги готовы. Это тоже отличные новости. Мы достаточно быстро с вами развиваемся, я вам скажу. И это меня радует. Значит, нам нужно улучшение. Вот, заменить дорогу. Я бахаю вот так. Машинка, правда, исчезает с ресурсом. Это не очень хорошо. Но видите, с какой скоростью она едет. И с какой скоростью она потом едет вот по этой дороге. Я думаю, что здесь всем максимально ясно, что это, конечно, нужно делать прямо сейчас. Не нужно тянуть. Я потеряю, да, вот эти ресурсы. Так получается уж по логике этой игры. Но ничего страшного. Зато я выиграю в итоге, потому что скорость передвижения будет дикая. Ну, почти все дороги я улучшил. Сейчас еще вот здесь добьем, потеряем вот эти вот машинки. Жалко, конечно, что это так происходит. Не совсем справедливо, я бы сказал. Может быть, хотя бы ресурс бы вот сюда возвращался. А может быть, он возвращается. Я как бы не следил за этим. Думаю, что я построю на всякий случай еще медную шахту. Что по работникам у нас? 226 рабочих мест, 320 населения. Ну, по крайней мере, звучит хорошо. Я думаю, что пришло время попробовать апгрейдить наших жителей. Потому что темка нормальная. Жители нам нужны. Я думаю, что я сделаю здесь дорогу. Буду делать вот такими кусочками, чтобы здесь мост не построился самостоятельно. Из-за перепадов высоты. Дорогу бы сделаю вот сюда. И тут мы попробуем с вами приделать уже вот эту историю. Ну, вроде как должно выглядеть все это неплохо. Хорошая производительность по 50 бетона. Давайте поставим раз, два, три, четыре и пять. Ну-ка, ну почти, да. Я так понимаю, что дорогу я здесь не проведу сейчас ровно. Не получится, к сожалению. Да подожди ты. Но я все-таки попытаюсь. Слушайте, нет, проводится дорога замечательно. Может быть, таким же образом стоит с другой стороны просто выстроить, да, для того, чтобы производительность не терялась. Ну и немножечко можно удлинить, как вы понимаете. Это очень эффективно все получается. Здесь необходимо железо и микросхемы. Производится все, видите, как долго. А если бы не было еще плюс 40% эффективности, то мы бы тут сидели с вами до потери сознания, что, конечно же, не является хорошим делом. И нам нужно все-таки, чтобы все это производилось достаточно быстро. Давайте попробуем здесь то же самое организовать. Вот здесь, по-моему, я не влезаю. Да, я уже что-то промазал. Видите, как бы игра дает вроде построить, но на самом деле не дает. И давай вот сюда, пожалуйста. Да, все получилось, это замечательно. Теперь будем только следить за тем, чтобы все необходимые ресурсы были в должном количестве. Думаю, что пока нам наращивать не стоит с вами количество домов, но тем временем мы видим, что первый прогресс уже налицо. Бытовая техника здесь появилась. Следующая задача это компьютер и парк. Пока что такими технологиями мы с вами не обладаем, но, по крайней мере, как вы видите, мы можем сюда добавить людей. И получается, здесь у нас уже 12 человек могут находиться. То есть, в любом случае, при улучшении уровня здания, мы получаем дополнительных рабочих. И пока что временно не нуждаемся в увеличении количества этих самых зданий. Понимаете, да? Уловили в общем суть, я надеюсь. Все, мы теперь ждем с вами того момента, когда вот здесь показатель дойдет до 300 людей, и тогда мы сможем с вами перейти на следующий уровень технологий. Я в любом случае изучу сейчас вот эти технологии, потому что, ну, возможно, они нам пригодятся. Я пока не очень понимаю, если честно, где, но все же, почему бы и нет. Ну, прям, я вам скажу, очень быстро мы тут все улучшаем. Прям поперло, поперло. Это замечательно. Давайте здесь нажмем тогда с вами, что мы согласны на то, что у нас технология изучилась, и изучим что-нибудь еще. Ну, например, а тут без вариантов. Улучшение лопастных ветряных турбин. Посмотрим заодно, насколько уменьшился радиус. Я сейчас могу посмотреть? Нет, так не могу, могу только вот так, да, посмотреть получается. И так даже не могу. Ну, вот так. Ну, вот примерно запомните, что вот эти вот радиусы соприкасались друг с другом почти везде. Поэтому сейчас, когда технология изучится, мы сможем с вами эту историю проконтролировать. Исследование завершено. Улучшенные лопасти ветряных турбин. Ну, давайте посмотрим. Вот так теперь это выглядит, намного приятнее. Но есть ли нам смысл как бы это сейчас двигать? Если честно, я не знаю. Так себе. Так себе технология. Я имею в виду даже не то, что так себе, но она находится на таком уровне, где она как бы уже не очень-то и нужна. Я понимаю, если бы она была первая вот здесь. И таким образом мы бы только потом могли получить солнечные панели. Понимаете, да, к чему я клоню? Но это здесь немножечко не так работает, поэтому, возможно, это поправят. Наверное, это было бы правильно поправить, чтобы такого не возникало, как у нас сейчас, и технология не становилась полностью бесполезной. Давайте посмотрим вот сюда. Осталось, кстати, совсем чуть-чуть. Я увидел, что у меня появилась какая-то нехватка зеленых микросхем. Наверное, если мы это видим, мы должны с вами это исправлять. Исправлять будем просто продолжая строить вот сюда вот эти здания. Можно, пожалуйста, это здание будет приклеиваться? Спасибо большое. Давайте построим пока что несколько, и город перешел на новый уровень, с чем я вас поздравляю. Это просто замечательно. Значит, сейчас технологии у нас заедут. Ну, давайте я все-таки дострою, с вашего позволения, вот эту всю историю. Попробую, по крайней мере, сделать так, чтобы у нас все стало ровно. Не буду, наверное, борщить, сходить с ума в этом плане, но все-таки зеленые микросхемы нам действительно необходимы. И если я правильно помню, они и дальше будут нужны, не в маленьком количестве. Тем более, если мы хотим изучать все дальше технологии, нам понадобятся зеленые микросхемы для зеленых исследовательских пакетов и так далее. В общем, нужно будет про это не забывать, конечно же. Что-то здесь я в упор не могу построить, мне немножечко это не нравится. Я, конечно, не то чтобы расстроен, но, тем не менее, давайте добавим вот столько. Я думаю, точно должно хватить. Мы здесь будем продлевать с вами сразу же провода вот до этого момента. Я думаю, что вот так. И здесь можно, наверное, просто вот отсюда прицепиться. Хотя, зачем? Чтобы я не ошибся с расстоянием, и потом мне не пришлось ничего двигать, я сделаю тупо вот так. При том, что здесь еще какую-то часть захвачу, соответственно, мы сможем сюда людей поселить и не строить дополнительные провода. И у нас какие-то начались проблемы с медью, да? Я так понимаю, возможно, стоит еще добавить немножко меди. Что по людям? У нас 389, 298. Нет, здесь все хорошо. Это именно, наверное, вопрос в том, что необходимых ресурсов стало больше, и поэтому надо добавлять еще строение. Ну, если что, мы тут дорогу подведем прямо по месторождению, и все будет хорошо. А что с железом? Давайте на него тоже глянем. Это серо, это я понял. Дайте нам железную шахту, мы хотим добывать железо в огромных количествах. Ну, а здесь будет добываться железо, интересно? Слушайте, оно и здесь добывается, но это хорошо. Погнали в технологии, будем смотреть, что у нас там вообще есть интересного. Итак, у нас появилась добыча алюминия. У нас есть электрическая подстанция, что на самом деле на данный момент, наверное, является самым интересным. Четырехполосные дороги, что тоже является неплохой штукой. Моторы. Пока что непонятно для чего. Скорее всего, для того, чтобы мы могли с вами переходить дальше. То есть, ну, эти моторы понадобятся для каких-то чертежей, где мы сможем их использовать. Наверное, я бы начал все-таки с подстанции, потому что это действительно такая штука, которая нам нужна, и мы, возможно, в ближайшее даже время бы ее попробовали для того, чтобы избавиться от проводов и таким образом позволить себе больше домов строить в одной области, а не раскидывать это все туда и сюда. Где-то здесь район, там район. Ну, зачем нам это надо? Основной жилой массив будем строить здесь. Конечно, наверное, в идеале в итоге уехать куда-то подальше и привозить ресурсы туда-сюда, делать какие-то трассы. Там уже есть четырехполосная дорога. То есть, если мы захотим что-то везти отсюда, мы здесь делаем такое вот шоссе основное, на которое машины заезжают и хреначат в другой район. Давайте обратимся к жителям, посмотрим, как у них там дела. Ну, вроде все нормально. Вот я вижу, что-то еда просаживается как-то, да? Она не максимум, но и при этом мы не в плохом состоянии. Но я думаю, в любом случае, я сейчас немножко добавлю и того, и другого. Я имею в виду кислорода и еды, ибо эта штука-то нормальная. Так, а как мне здесь лучше сделать? Перенести? Ну-ка, покажите-ка мне эти гребаные столбы. Да, вот это можно подвинуть тогда, я думаю, немного, да? Вот как-то вот так, например. Даже вот так можно отодвинуть. Вместе вот с этим столбом и будут они себя нормально чувствовать. А здесь, с этой стороны, вы, наверное, уже догадались, что я просто добавлю немножечко ферм. А что это вы без электричества? Вы что мне рассказываете-то? Вы мне давайте не рассказывайте, я сейчас электричество вам верну. Странная, на самом деле, история. Вроде в желтой зоне было, и почему-то бах, и начали фигней страдать. Ну-ка, повернись-ка, пожалуйста. Блин, вот видите, вот она сволочь такая все равно поворачивается в итоге на второй раз, а на третий раз почему-то не поворачивается. Я не знаю, как это работает. Но начинается. Вы что, прикалываетесь, что ли? Они говорят, уровень понизили. Вон, видали, что творят, сволочи. Не надо уровень понижать. А, там не дотягиваешься, типа, до электричества. Ну ладно, сейчас все будет нормально. У меня хватает электричества? Или я где-то провод обрубил? А-а-а, все, я теперь понял. Вот оно что. Вот оно что-то, как работает. Так а можно здесь соединиться? Или в чем проблема? Ну, вообще-то можно, но я так не хотел бы, если честно. Видите, с этими проводами косяк выходит, и я тут все отключил к чертовой матери. У меня электричество кончилось. Люди разбежались, уровень понизился, но он сейчас обратно повысится, и все будет нормально. Конечно, здесь в идеале я бы перешел бы все-таки, да где же ты находишься? Это вот на вот эти штуки, потому что это было бы удобнее. Но давайте я пока поставлю еще вот так, на всякий случай, чтобы не получить какой-то в итоге кризис кислородный. Кислородное голодание, скажем так. Здесь нужен компьютер и парк. Вот это что такое? Это завод удобрения. Где нам парк посмотреть вообще? Можно его как-то глянуть? Вот он парк, дает он вот такой вот цветочек, 4 мегаватта расходует, в целом все понятно. Здесь есть школа, здесь есть стадион, в общем еще много интересных зданий. Но пока что производство у нас, мне кажется, идет очень даже неплохо. Вот это все эффективно. Походу мне даже добавлять особо бытовую технику не надо, да, потому что она держится на достойном уровне. Я думаю, что мы пока что оставляем как есть, и уже если мы будем добавлять к этому ко всему еще какое-то количество зданий, то тогда уже подумаем о расширении производства. Но, несмотря на то, что я как бы тут вроде все нормально делаю, видите, что происходит? Зеленых все равно не хватает, потому что они идут и сюда, они идут и туда, и в общем нужно, наверное, будет в дальнейшем добавить еще какое-то количество этих заводов. А, так у меня еще энергии не хватает. Вот оно что. Ну давайте тогда исправим. У меня там 99% производительности, а я думаю, с чего бы так, если все нормально? Но нет, не все нормально. Давайте тогда бахнем вот так, бахнем вот так, и, наверное, пока что на этом успокоимся. Сколько электричества? 300 единиц. Ну, пока этого хватает надолго. Достаточно большой райончик мы запитали уже за счет того, что имеем. Ну, а так там появляться будут. Потом у нас атомные электростанции, будет появляться реактор на быстрых нейронах, что бы это ни значило. Но он дает 1000 мегаватт, чтобы вы понимали. Вот это дает 450, то есть штука на самом деле нормальная. Я так понимаю, что вот этот зеленый ресурс, это урановая руда, скорее всего. Где-то мы с вами ее вроде видели, да? Или не видели? Да нет, вроде должны были ее наблюдать. Но она точно есть. Если что, здесь алюминий, вот, пожалуйста, вам уран. В общем, все имеется под боком. И я, если честно, так и не понял. По-моему, эти месторождения, они как бы не расходуются. Они всегда есть. И вы просто только максимальное количество зданий около них постройте, чтобы они были максимально эффективны. И тогда все будет вообще замечательно. Ну, я не знаю. Наверное, будем эту серию завершать. Вроде все неплохо пока получается. Здесь есть такая приколюха. Можно еще надпись вот такую приделать, например, вот здесь. Написать какой-то текст. Мы, возможно, потом какое-нибудь место этой надписи найдем. Я пока не очень уверен, что хочу ее поставить именно сюда. Поэтому мы насчет этого подумаем. Исследование завершено. Электрические подстанции разблокированы. Давайте краем глаза на это все дело глянем. Выглядит эта штука вот так. И посмотрите, что она делает. Вы понимаете? То есть здесь, в этом районе, можно вообще убрать все провода, подключив только эту подстанцию одним проводом. Это же охренительно. Я думаю, что это просто охренительно. И мы сейчас это с вами провернем. Я поставлю вот сюда электростанцию. Ну-ка, покажи мне еще раз. Блин, вот плохо, что я не могу вот просто жахнуть вот сюда и посмотреть. Видите, да, о чем я? Она дотягивается не до всего. Но мне все-то и не надо. Я сейчас возьму и подключу просто ее вот отсюда, да? Например, вот таким вот образом. Тебя мы подключаем вот сюда. Так, тебя мы можем, получается, удалить. Да и вообще удалить все нахрен вот эти вот провода, которые у нас тут есть, потому что они больше нам не нужны. Я не очень понимаю, почему не удаляется. Можно, пожалуйста, все-таки удалить. Да, надо щелкать на основание. Блин, штука охренительная. Плохо, что нам дают ее так поздно, да? Хотелось бы чуть пораньше, но все-таки будем честны. Понятно, что нужно изучить технологии и получить какую-то приколюху. Тем не менее, все будет у нас работать. Вот это все, это лишнее здесь, да? Там у нас электричеством запитано. Единственное, что это медь. Да, получается. Это медь, которую надо запитать будет. Она находится у нас там далеко и до нее, конечно же, ничего не достает. Но это не проблема. Мы сейчас протянем провод. Наверное, прям вот отсюда. Вот как-то вот так. Здесь тоже вот мне бесит немножечко, что если ты чуть больше расстояния делаешь, то он сразу два столба ставит. А нам как бы два столба-то и не надо, да? Сами понимаете, о чем я. Нам нужен один. Давайте мы, наверное, протянем тупо вот так. Тупо вот так. А здесь я сделаю вот сюда поворотик. И вот это все лишнее буду удалять. Я думаю, что на сегодняшнюю серию достаточно. Мы сделали нормальное количество всего интересного. Но вот игра не отпускает и говорит мне, можешь разобраться, пожалуйста, вот с этим? Что-то здесь не так. А, ну здесь у меня задвоились опять же столбы. Поэтому такая ситуация. Ну вот она исправлена очень быстро. И подстанция это охренительная тема. Посмотрите, какое количество места можно освободить от проводов. И какой большой район можно этой подстанции запитывать. Это просто замечательно. Надеюсь, что в скором времени наша база все-таки разрастется. И мы с вами попробуем построить какой-то большой город. И хотелось бы, конечно, еще при этом, ну, как-то не слиться. И не попасть в ситуацию, когда уже выхода нет. Вам спасибо, что смотрели. Ставьте лайки под видео. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. И пока-пока.